П-10 Lite мы уже рассматривали и достаточно подробно, а теперь пришло время взглянуть, а что же, собственно, упрощали боровые китайцы, каким является их флагманский продукт. П-10 без лишних предисловий разбираем в тест-лабе портала kenderu.ru По одежке по старой традиции тестовый сэмпл мы встретить не сможем, поскольку на то он и тестовый, что не достается ему ни зарядочек, ни инструкций. Впрочем, у официальных подставочек коробка такая, что прям дорого-богато. Там все выезжает, сверкает и переливается, плюс быструю фирменную зарядку можно в коробке отыскать. Зато комплектный силиконовый чехол-накладка присутствует, и хотя бы такой он здесь необходим. Чуть позже скажем почему. Про то, что аппарат похож, не высказался только ленивый. Ну да, в нем есть что-то от яблочной продукции, а еще легко найти пряные нотки мейзу, немного акцентов сиоми и небольшой привкус сандалового дерева. Стоп, что-то меня понесло. Надо бы сосредоточиться на аппарате. Итак, спереди горилла, стекло покатая, внешний вид очень приятный, до поры до времени. Олефобного покрытия в P-10, что называется, не завезли. С одной стороны, собирать отпечатки будет на ура, но по десяткам ощупанных, осмотренных и протестированных лично автором этих строк аппаратов, что покрытие есть, что его нет, патажировые следы с популярным узором на стеклянных поверхностях будут нашими спутниками, если и не вечно, то еще очень и очень долго. Ладно, пятая горилла от Corning это хорошо и крепко, а что у нас, к примеру, с тылом аппарата? Тут у нас металл, ну, в смысле алюминий. Ну, а че, тоже ж металл. Так вот, покрытие это очень любит покрываться царапинами, потертостями и прочим. Не то, чтобы напыление плохое, нет, но вот носить аппарат с ключами, зажигалкой, вторым смартфоном и без чехла, это было бы опрометчиво. Не заряжен он уже в коробке есть. Торцы аппарата ничего особого не представляют, качелька громкости, кнопка включения устройства вместе на правой грани слева, комбо-слот под две сим-карты или под сим-карту памяти. Про связь поговорим отдельно, здесь же хотелось снова вернуться к кнопке включения и отметить как рифленую поверхность теной, так и приятный бордовый кант. То есть и на ощупь и визуально кнопка легко обнаруживается, но так ли нужно ее искать, сломя голову? Huawei большие, фанаты своего сканера отпечатка пальцев и стараются повесить на него как можно больше задач. В P10 они продолжили, это благое дело, хотя часть функциональности и отрезали, но поскольку сканер отпечатка теперь аккурат под экраном, в наэкранных системных кнопках нет особой нужды. Свайпами по хоу мы вызываем список задач, одинарный короткий тап назад, лонг тап возврат к домашнему экрану, но можно и наэкранные вернуть, мне было очень непривычно в этом их режиме свайпов. Скорость срабатывания сканера максимально возможная, нареканий к работе датчиком нет, кажется разобрались с этой частью. Давайте перейдем к экрану, наверное, Dekomotion UI, потому что EMUI оболочка своеобразная, ей для существования качественный дисплей нужен. В P10 таково имеется IPS, 5.1 дюйма, Full HD, да не лопата, да не 2К и уж точно не 4К. Но к минусам аппарата это не относится никоим образом. Смартфон прекрасно ложится в руку, информация видна в полном объеме, карман устройства не оттягивает, а рамки вокруг дисплея, если и не неразличимы, то минимальные дискомфорта при просмотре, например, видео уж точно не доставляют. На солнце, которое Москву решительно обходит пока стороной, картинки может немного не хватать яркости, но дисплей определенно хорош. Системе предусмотрели как подстройку отображения цвета в сторону теплых или холодных тонов, а также автоматический режим защиты зрения, когда отображаемая палитра смещается в сторону более теплых оттенков а-ля ночной режим. Про настройки экрана и управления операционной системой мы уже отчасти поговорили. Стоит ли напоминать, что отображение меню можно переключать с режима «все, что было в системе, запихнем на рабочие столы» на «вот вам меню приложений, как вы по ванильному андроиду любите». Из коробки стоит масса самых разнообразных приложений практически подо все задачи, какие только могут возникнуть у покупателя. От фитнес-трекера до заказа отеля. Региональных программ немного, Сбербанк, приложения Яндекса до браузера опера. Бежит все это под управлением Android версии 7.0, заботливо завернутый в одеялко Emotion User Interface с номером версии 5.1. Железо смартфона удалось на славу и идеально отрабатывает возлагаемые на него задачи. Kirin 960 и 4 гигабайта оперативной памяти справляются с самым разнообразным мультимедийным и развлекательным контентом на ура. Правда, есть пара программно-аппаратных ухищрений, вроде Huawei Ultra Memory, которые держат немного памяти в запасе для наиболее часто используемых приложений. Но при Full HD разрешении экрана графическая информация аппаратная часть пережевывает не так уж и много по современным меркам. Вы как раз сейчас смотрите на результаты бенчей, а я еще и озвучу число виртуальных попугаев в Antutu. Порядка 125 тысяч. В играх же все работает, сами по традиции взгляните. На закуску как раз гвоздь. Нет, нет, совсем не в крюшку гроба. Huawei P10, камера, модуль двойной с традиционным же шильдиком Leica и традиционным же разделением задач. Один элемент спаренной камеры, монохромный на 20 мегапикселей, второй цветной на 12 миллионов точек. Общая светосила нашего гибрида 2.2. В наличии оптической стабилизации, гибридный автофокус, парная вспышка, полный фарш. Что касается программной оболочки камеры, сильно больших заморочек пользователь явно не увидит. Но в доступе есть и профессиональные пользовательские режимы съемки, как фото, так и видео. Плюс специальный режим монохромных снимков, фризлайты, тонн разнообразных креативных и творческих дополнений. Из интересного отметим режим широкой диафрагмы, когда благодаря технологиям Leica и двухкамерности P10, да-да, здесь должна быть шутка про холодильник, мы можем играть с диафрагмой в пределах от 0.95 до 16. В этом режиме случаются косяки программной постобработки и, как мне кажется, проще довериться автоматике в большинстве ситуаций, а сверхширокую диафрагму оставить на свободное время. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, китайские лучшайзеры пользовательского интерфейса в наличии, качество вполне на уровне. По фронталке P10 может немножко отставать от, к примеру, прошлогоднего Galaxy S7 Edge. По качеству снимков с основной камеры днем мне очень нравилось снимать на P10, Galaxy S7 Edge был отложен в другой карман. Вечером или в помещении фокус Huawei срабатывает быстрее, но с одним досадным минусом. Примерно один снимок из 10 будет резок не там, где вы это задумали. Но периодически это у всех, так здесь камера отличная. Про гибридный слотик сказали, карточки поддерживаются до 256 гигабайт, это в плюс встроенным 32 или же 64 гигабайтам. Лучше брать на 64 гига, вот правда, Wi-Fi есть, на все есть, Bluetooth работает, GPS работает, LTE прекрасно ловит, поддерживается агрегация сетей, прочие умные штуки, не зря же Huawei один из лидеров в области построения мобильных сетей и настоящий телекоммуникационный гигант. Аккумулятор в P10 обладает емкостью в 3200 мАч и поддержкой фирменного стандарта SuperCharge. Все бы ничего, но технология действительно своя, так что нужен фирменный зарядник и фирменный кабель. При 5 вольтах аппарат выдает почти 5 ампер. У того же Samsung, напомню, быстрая зарядка достигается повышением напряжения при снижении силы тока, к примеру, 9 вольт и 1,5-2 ампера. Но ничто не мешает заряжать P10 от обычной зарядки, проверено на безвестном китайце, китайском же кабеле с вольтметром и комплектной зарядке Nexus 5X. Живет аппарат при полной нагрузке с ютубчиком и соцсеточками полный рабочий день, а если вы не особо часто утыкаетесь в экран смартфона, то и 1,5-2 рабочих дня. Зарядка быстрая и всегда можно выкроить часок процентов на 80-90 зарядки, но от фирменного комплектного блока. Порт, как вы уже успели понять, USB Type-C, но во флагмане 2017 года это не вызывает каких-то особых чувств удивления. Порт для наушников есть и то счастье, да? Звук, к слову, очень при личных наушниках неплох. До чего мы так и не добрались, так это до цены. Если верить официалам с Shop Huawei.ru, то прайс на P10 составляет 36 тысяч рублей, ну если это не премиальный вариант с 64 гигабайтами памяти. Для флагмана текущего года вполне конкурентоспособна, полагаемый в тест-лабе портала kenderu.ru. Камера замечательная, скорость работы устройства на должном уровне, дизайн достойный флагмана. Если на закругленной грани одного корейского бренда сил смотреть уже нет, то можно попробовать и этот аппарат. Благо он того заслуживает в полном объеме. Huawei! 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 Huawei!